Белый цвет И синоптики растерянно твердят, Что такого не бывало много лет. Приутихли даже злые языки, Что снежинки — это мерзлая вода. Даже дворники ловат своих штыки Отомкнули нынче раз и навсегда. Белая снежная мышь, Что же ты ночью не спишь? И за окошком шуршишь, Хвостиком следы завидаешь. Утром с последней звездой Выйду я в город седой, Прыгнешь ко мне на ладонь, Расстаешь. Говорят, у белизны короткий век, Что опять все почернее говорят. Говорят, но пока идет на город белый снег, И синоптики растерянные спят. Белая снежная мышь, Что же ты ночью не спишь? И за окошком шуршишь, И за окошком шуршишь, Хвостиком следы заметаешь. Утром с последней звездой Выйду я в город седой, Прыгнешь ко мне на ладонь, Расстаешь. Прыгнешь ко мне на ладонь, Расстаешь. Дерявую гитару настраивать, Только во время выступления, Понимаете, потому что так сидит не звучит. Равновесие не держит на шалакон, Словно пьяница шатается в ночи, Только слышен опустевший старый звон, Да в кармане тихо завязкают ключи, Чуть поменьше, то от ящичка с письмом, Чуть побольше от французского замка, Позади остался незакрытый дом, Впереди незакршенная строка. Вся тупая, Развея грусть, Ребка беда, Назад вернулся в дом, Угасается кошечный пейзаж, С ним сливается губейный синий цвет, Это что же это такое, что за блажь, Чтобы строчки уместилось столько лет? Ведь когда пластались трудно, и не вдруг, И слова летели с трудными звенья, А вдруг на этой строчке и замкнется вдруг, Этой жизни предпоследний для меня, Сядь в море, Развея грусть, Ребка беда может вернуть? Обвивает время ложечкой стакан, И колесики квадратные стучат, Изгибает русло поезд старика, Поворачивает пьяница назад, Снова боль развинованным листом, Снова дым от сигарет до потолка, Где-то, где-то впереди закрытый дом, А где-то сзади позабытая строка. Сяду поеду, развея грусть, Ребка беду я не вернусь, Аплодисменты 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 Ну, сегодня я хотел бы Более вентропрограмму построить. Помнюсь какие-то песни, Которые, скажем так, В обычной мирной жизни Не всегда-то и поются. Однажды написалась песня, И в редкий случай сразу пришла мелодия, Я хожу и мурлычу радостный такой, Прослышу, кто-то рядом мурлычет На ту же мелодию, на другие слова. Я пошел разбираться, смотрю, Мещики ходят, значит, Валера написал, Мелодию придумал на стихе Бориса Рыжего, И они ходят репетируют. А мне так понравилась эта мелодия, Я говорю, Валера, Валера, Можно я буду петь свой вариант На твою мелодию? Валера, наверное, Два дня думал, Потом милостиво согласился, И сейчас вот эта его музыка Существует в двух стихотворных переложениях. Но небольшое такое стихотворение Притворяет эту песню. Я живу в огромном мире, В однокомнатной квартире, Шесть умножить на четыре, Вот и весь ее метраж. Я живу и в ус не дую, Я прекрасно существую, И ни капли не рискую, Взятым быть на абордаж. Справа знойное соседство, Слева старенькое детство, Посредине самоедство Аж до третьих петухов, Серебрит рассвет окошко. Где же бродит эта кошка? Не бывает понарошку Отпущения грехов. В тишине звенящей молча Я листы бумаги порчу. Кто ж наводит эту порчу, Что мешает тихо жить, Тихо топать по дорожке? Где же бродит эта кошка? Забежала б на немножко, Было б с кем поговорить. На столе листы бумаги, Словно сдавшиеся флаги, А на них обломком шпаги Грифель от карандаша. Слово места не находит, Кто моей рукой водит? Где же кошка эта бродит, Ты лишь наглазая душа? Тень скользнула по паркету, Переломан лучик света, Как хорошая примета Дождь ударился в окно В однокомнатной вселенной, С теплой грелкой на коленной, Мы мурлычем вдохновенно, И что будет, все равно. АПЛОДИСМЕНТЫ Циферблат взборажен ежиком, Начал время гонять по углам. Малосольный огурчик с кукожами, Аккуратно делю попалами. Ну поехали, зеркало в трещинах, За конец календарного дня, Да за ту незабытую женщину, Что совсем потеряла меня. Ну поехали, зеркало в трещину, За конец календарного дня, Да за ту незабытую женщину, Что совсем потеряла меня. Я бродил по дорогам придуманным, Выбирая пути наугад, И гитара с потертыми струдами Не давала вернуться назад. И летелась, и пелась, и мучила, Душу рван на несчастных шести. И казалось, что самое лучшее За ближайшим изгибом пути. И казалось мне крест свой несущему, Что не кончится этот полет. Ну а та, по жиданким живущая, Все простит и, конечно, поймет. Время ежик-лубочков свернувшейся, Укатило по лестнице вниз. И сижу я, еще не вернувшейся, Но уже не поющим напит. Где-то ждет незамытая женщина, И на ниточке крутит кольцо. То ли зеркало слишком уж в трещинах, То ли просто в морщинах лицо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Вчера команда Бардов, Я хоть и не присутствовал, но все слышал. Ой, я позорю. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Значит, показываю. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ На стыках громыхая, не спеша, Придет по рельсам желтенький трамвачик, В оба ведре золотистые зайчи, Светая безбеленная душа. За пыльным поцарапанным окном Бесшумное миликание предметов И лепестки счастливейших билетов. Шуршат о чьем-то счастье отрывнут. И лепестки счастливейших билетов Шуршат о чьем-то счастье отрывнут. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕСНЯ 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 на написание гимна Олимпиады. Я написал, послал Сбербанк. Сбербанк послал меня, и так мы существуем до сих пор хорошо. Один маленький пример, как строилась Сочинская Олимпиада. Значит, построили трассу для гигантского слалома. Не секрет, что трасса для слалома это как бы дополнительный бонус для страны-организатора, потому что спортсмены имеют возможность больше тренироваться. Приехал тренер сборной России по горным лыжам. Влез на эту трассу, посмотрел на план, посмотрел на трассу. Говорит, молодцы, построили все точно, но у меня такого народа нет. Он говорит, как это у вас нет такого народа, тренер сборной. Он говорит, ну вот здесь вот два места есть, и я вижу, да, сделано все точно. Человек летит 20 метров по воздуху и должен сделать поворот на 90 градусов. А тот по сосне так и оползет. Спорткомитетик говорит, вот это, да, да, да. Загнали бульдозер там, подкопали, подсыпали, сравняли, значит. И я уже вот, зная эти фактические факты, я смотрел открытие этой трассы. И вот там чемпионы мира, всякие там, олимпийские, там, швейцарцы, шведы, они так, оттуда. Значит, забрал и поднимаю, там глаза вот такие, на всех языках мира говорят, очень сложная трасса. Трасса топлать сложно, и креститься стоит. Ну, это один маленький пример, там, в общем, оказалось, что никто ничего не украл, оказалось, что кто-то даже разбогател, я порадовался за этот человек. И песня, которую я написал, она закончила свое существование. То есть, в 14-м году она перестала вообще исполняться, и я думал, что так, а то и все. Но! Значит, напоминаю эту песню. Да, мы живем не очень, а очень и не надо. Картошка есть на грядке, а рыба есть в пруду. Но главное, что Сочи столица Олимпиады, и всем нам будет счастье в 14-м году. Да, стала жизнь короче, зато для дней ограда, и в списке самых-самых мы после Катманду. Но главное, что Сочи столица Олимпиады, и всем нам будет счастье в 14-м году. Но это, между прочим, нам дали миллиарды, их, правда, все украли, но нам еще найдут. Ведь главное, что Сочи – столица Олимпиады, и всем нам будет счастье в 14-м году. Еще скажу вам точно, что наши все награды китайцам и американцам их просто не дадут. Ведь это наше счастье столица Олимпиады, и всем нам будет Сочи в 14-м году. Пусть скептики пророчат нам новые преграды, поведения, повышения на прочую байду. Мы сидим уже все в Сочи, столица Олимпиады, и всем нам будет счастье в 14-м году. И всем нам будет в 14-м году. В 14-м году песня закончила свое существование, осталась в памяти народной, хочется верить, и в памяти автора, во что не хочется верить. Пропала цель в жизни. Народу некуда стало стремиться. Народишко начал попраживать, что-то пошатываться, какие-то настроения стали. на чемпионате мира в Бразилии их не президентша нашему ключ вручила символический от чемпионата мира по футболу в 18-м году появилась цель 4 года. Ее-то, правда, сейчас за коррупцию там судят, но это не о чем говорит. Это ее личная проблема. Ключ отдала, все, можно. Песня продлилась. Старые песни, новая жизнь. Да, разные все люди, кто любит пепси-колу, кто любит пиво с водкой, печенки на беду. Но главное, что будет над миром по футболу и к нам вернется счастье в 18-м году. Конечно, трудно будет украсть без протокола трибуны и трамплины, чтоб взять большую мзду, но раз уж все же будет над миром по футболу, кто грех не стынет счастья в 18-м году. Бразильские креолы вам будет хрен на блюде, для вас, поможших немцев, отыщем на беду. И сразу наших будет над миром по футболу и нашим будет счастье в 18-м году. Никто не позабудет красивейшего гола, забитого ногою мира на беду. И бог им кто там судит на миром по футболу, а наших будет счастье в 18-м году, как это было в 14-м году. И, понимаете, мою радость, когда Норвегия отказалась от проведения в 22-м году зимних олимпийских игр. Все, топ-7, первый претендент, нам готов. Иван, а как это в 18-м году выложили в 22-м году? Уложил. Я же в 18-м году выложили и чеснок мира. А? Сева, сейчас чеснок мира. Да, некоторые дергаются и говорят, как это, как это, что это? Ладно, сейчас другой фокус. Фокус феноменальной памяти. Значит, из-под корки извлекается следующее произведение и выглядит оно примерно так. Ну что ж, друзья, готовьтесь. Я готов поведать вам старинную легенду, которую я в детстве на качелях упал, расшибся и лежал в тифу в степи в ночи подцелем, как шайском и санитарка Нина Берегуда отстреливала пьяных мобилюков, прищурив левый чернорогий глаз. Я слушал, я внимал, я был, как губка, которую ныряющий в Сен-Хамимби нашел в обломках Брига Венсеребас удачно не наплывшего в Дербент, где ждали, ах, как ждали с цепиона, гулявку, чечесбея и плывая известного на горном пешаваре как черный ибис висок хопотном. Оттуда и пришли гиперборейцы, познавшие значение слова гулька не так, как вынимали их собратья с потопленного острова Хансю. Они гранили по пескам зыгучим поющим как Наташа Королева. Они сходились к озеру Каянно и слушали симфонию нутра. О, сколько силы было в этих звуках, несущихся свободно и полетно, хамольно и цитурно проникают под корку, корку, уши, нос, рот и озадыхался от богатства красок, таящихся во фресках Эль Спортсандал, который по дороге из Хавьедо пробил жену и чудного осла. А славная была девчушка Нина. Одна в кабине башенного крана с оборванным тросом противовеса она сама Егорку родила. Сама перекусила пуповину зубами из обычной нержавейки и вспомнила, как в тысячебагровом расцвеченном пожарами году она, братишка Нина Перегуда, лежала вместе под одной шинелкой с зуавами из городского ропа и грезила о чем-то большом. И вот сбылось пророчество Тутмоса. Пирамидальный тополь над Хефреном жрецы староводского Омона срубили и пустили на трава и бедный еретик Джордано Бруно обильный пост с куфейкой утирая кричала, что эта жаркая погода влияет на вращение земли. Земля стонала в области Китая Цинь Шихуань дебился в свойстве минов и цинский воин в шлеме про дорогу писал на стенах пагоды мин нет на заинке таежный под Иркутском японский черный поезд Хензо Шиба от боли воя словно Росомаха терпань дебил ладонями дрова Анина Николаевна Скворцова в девичестве товарищ Перегуда читала вслух о гнусности фрейдизма осужденным в 10-ом ИТУ я слушал я внимал я был как губка графини для воску диардженто которую кусал парове страсти курнетингер мангландского полка губа сидела море волновалось бараш варяло волны на Архангельск где люди одуревшие от свободы просили чай хлеба принести голодный сын стоял на волноломии держа в руках осиновую палку он рыбу захотел на червячочка откопанного вечной мерзлоте и мать его в замужестве скворцов в одну секунду обернулась рыбой и клюнула и он ее зажарил и съел и выжил и продолжил рот вот так и завершается легенда которую я слышал на качеле взлетая к небу падая на землю как маятник тик-так 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 так было или не было не важно утрите слезы смеха и печали взлетайте к небу падайте на землю живите и да и да будет тепло ах но и не повторяемся да но подошел очень милый симпатичный зритель и многочисленные проеки зрителя Я просто обязан повторить песню про Тамаду. Она пришла только на последний тост и потом мучилась. Ну, с одним тостом, разве что это жизнь? А-а-а! Это... Да-да-да-да-да-да-да. Есть... Ну, товарищи, три песенных примера. Пример песни «Настроение», пример песни «Размышление», пример песни «Состояние». Я думаю, что вот в третьем бывает большая половина сегодняшнего нашего слёта. Значит, ну, вот для того, чтобы понимать, какие песни звучат. Вот пример песни «Настроение». Удивительное дело, головой с балкона вниз, Чтоб душа при этом пела, ноги в небо отнялись, Чтоб торжественно и смело закружился лист стопа, А там, какое дело, куда бросить по ленте «Размышление»? Это пример песни «Настроение». Размышление гораздо, пусть псевдо, но философичнее. Кирпичом по голове «Трах!» А по рёбрам молотком «Ха!» Да вокруг все сразу «Ох!» «Настроение»! Ну, а я всем говорю «Ха-ха!» «Потому как в голове» «На рёбру уж давно» «Потому и в голове» Это пример песни «Состояние». А пример песни «Состояние» я пою очень редко, Потому что это образ, это, знаете, надо пережить, Ну, мне удалось это сделать для этого. Обычно это называется «Понедельник» в 7 утра, Но сейчас это, значит, 7 утра воскресенья, «Слёзд синий троллейбус». «Слёзд синий троллейбус». Слёзд синий троллейбус «Слёзд синий троллейбус». Речь у меня, детская трое, Сухость во рту – непривычная, Рот говорит – неприличная, Страшные слова, а голова – маленькая, Водкой с утра пахну я, Пивом сейчас тахнул я, Дальше о вечном. Мама, как ты права? АПЛОДИСМЕНТЫ Приятно, когда человек, который тебя понимает. АПЛОДИСМЕНТЫ Ей тоже нелегко. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Так мы пьем за стену нашего дуба, на которой Кого не помесишь, никто не клавишет. Сегодня тоже много выступают И тоже очень много говорят, Но в дребезги рюмашки разбивают И морды бьют конкретно все подряд. И я скажу, но только между нами Запомни, чтобы детям передать. Уж если рюмку поднял ты, как знамя, То знай, кому, когда и что сказать. Ай, без труда не пьешь из пруда. Та-ма-да, та-ма-да, та-ма-да. А если тост, то нет, вино-борода. Та-ма-да, та-ма-да, та-ма-да. Один маленький, но гордый шашлык Стоил сто американских долларов. Так мы пьем следующий бокал То прекрасно красную вина не закусывая. А за женщин выпьем их всегда, да. Та-ма-да, та-ма-да, та-ма-да. Сорок пять любая ягода. Та-ма-да, та-ма-да, та-ма-да. Однажды один гордый орел Взлетев высоко в небеса Увидел маленькую речку И камнем упал вниз. И... Ум, ума-да, та-ма-да. А дальше я еще не придумал Если пьешь один, так да-да-да. Та-ма-да, та-ма-да, та-ма-да. Если пьешь с друзьями, это да. Та-ма-да, та-ма-да, та-ма-да. Ой, за женщину я пьем их всегда, да. Та-ма-да, та-ма-да, та-ма-да. Сорок пять любая ягода. Та-ма-да, 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 та-ма-да. Я сижу в пике, При дорожке моего неба смотрю. Одиноко, прекрасно, и пусто, и птицы парят. Опускается небо к земле и рождает зарю. Поднимается небо с земли и рождает закат. Время лёгкою птицей спешит, А восталом крылом осенняя лета. Чем я, в чём провинился, когда, Что теперь не дано мне лета. Обрывается сверху птицей. Да. Да. Время лёгкою птицей спешит, Нет, это третий куплицей. Я хотел бы ещё и второй спеть. Воздух призрачно сливок, И в нём каждый камень курага, Под которым неведомый след В потаённом лесу. Опускается небо к реке и рождает туман. Время лёгкою птицей спешит, А восталом крылом осенняя лета. Чем я, в чём провинился, когда, Что теперь не дано мне лета. Обрывается след тормозной, Тишина впереди. Сигаретный дымок по закатному Бьётся лучу. Опускается небо ко мне, Замирает в груди. Поднимается небо со мной, Неужели лечу время, Лёгкою птицей спешит, А восталом крылом осенняя лета. Чем я, в чём провинился, когда, Что теперь не дано мне время, Лёгкою птицей спешит, А восталом крылом осенняя лета. Чем я, в чём провинился, Когда, что теперь не дано мне лета.